Значит, проект бизнес-бегата был в начале заявлен как масштабное мероприятие для того, чтобы люди пришли и, значит, каждый в своем движении продвинулся. Предполагалось, что это будет масштабное мероприятие, примерно на 3-4 дня человек от 50 до 100, несколько тренеров этим руководят. Какие этапы прошел проект? Значит, сначала было апробации проекта. У нас было человек 15 примерно, то есть примерно 15 человек, и времени у нас было где-то 2-3 часа. И мы прогнали как бы такой суровый формат, потому что то, что если мы сделаем за 2-3 часа, то понятно, что это там в таких более глубоких упражнениях можно развернуть больше. Значит, поскольку проект бизнес-бегата предполагалось, что он будет внутри содержать методы ТРИС, методы изобретательства в бизнесе и законы развития систем, плюс еще какие-то бизнес-психологические наработки, которые позволят людям лучше стартовать. Значит, апробация была в режиме, как бы на ресурсах, без обучения на ресурсах слушателей, значит, но это переросло во второй этап. Это, значит, проект, назовем так, ну вот в Сбербанке это называлось «Драйвер перемен». Активисты Сбербанка, там 2 было, от 100 до 150 участников. Значит, тварь, 4 дня. Значит, образовывались команды, решались задачи, то есть основы ТРИС уже давались, плюс проектный подход. И в результате они демонстрировали проекты. И от одного, значит, одного мероприятия до другого уже воплощали, вот видно было, что уже кое-что начало внедряться из решенных задач. И вот третий этап, в прошлый раз я вот анонсировала семинар, значит, это у нас он назывался «Новое ТРИС решение для бизнеса». Для развития бизнеса и личности. Это было фактически 9-дневный семинар, в котором с одной стороны были инструменты ТРИС, но они были в режиме решения индивидуальных задач. И вот для меня было очень удивительно, но 2 дня из 9 было посвящено работе над системным оператором. То есть это один из мощнейших инструментов ТРИС, который на самом деле не так часто в ТРИС используется. И по тому, как шла динамика, видно было, что использование именно этого инструмента является ключевым для данной группы. Потому что все остальное, постановка решения задач, умение себя вести в конфликте, выстраивание отношений, это было уже как бы демонстрацией развития проекта каждого и всего сообщества в целом. То есть здесь же было прямо продемонстрировано законно-сообразного развития, как именно происходило. Прямо на примере каждого проекта и всей команды, как она развивалась целиком. Это была работа по противоречию. Мы были как в бизнес-сфере, искали решения с помощью РУНа, так и личные противоречия, которые мы рассматривали, каким образом, первое, не провоцировать конфликты, как конфликты использовать в пользу, и как уметь достойно, так сказать, себя, отличать наши внутренние эмоциональные реакции от того, что связано с делом. Ну и здесь у нас была защита проектов каждого. Это тоже будет после обсуждения выложено на сайт с одобрением авторов. И каждый может посмотреть, как же всё-таки мы отработали вот этот семинар. Таким образом, вот идеи до коммерциализации прошло. Я в прошлый раз заявляла, что для меня было бы очень важно начать тиражирование вот этого проекта. Я надеюсь, что вот этот семинар послужит для создания методической базы, которую я смогу уже обучать других людей это продавать и в этом работать. Потому что вот здесь было уже 5-7 тренеров других участвовали, кроме меня. То есть, как бы, критическая масса людей, которые готовы работать с большим количеством людей, есть. Ну вот здесь, скажем, нужна школа. Сейчас ведутся переговоры с ГПНТБ, и все, кто был на семинаре, готовы приходить на вот такие же собрания. И когда люди приходят со своими бизнес-задачами, и их решают здесь же. И где они могут получить, как бы, не только моральную поддержку, но и отработать свои навыки решения задачи. Ну, в общем, у меня всё. А вот этот 9-дневный талтайк, который был? Да. То есть, это самый свежий. Ну, вот только что, да. Я ещё не обработала полностью, как бы, все результаты, всё, что было. Потому что на работах было действительно очень много. Каждым, каждым и совокупностью все. То есть, я увидела очень много значимых феноменов, они все описаны, там или здесь, или как. Но с точки зрения, как управлять этим в процессе создания проекта каждого и сложения команды, ну вот в таком виде это было впервые. Хотя я его, ну, возила. А сколько было ведущих, кроме тебя? Значит, у меня был ещё один тренер. Он был по телу, по физической культуре, и он был с нами 5 дней. То есть, это была даосская гимнастика, это была чайная церемония, это был пилатес, то есть, это действительно очень мощный тренер. Все занимались с удовольствием, дети, взрослые. И все почувствовали, как важно, ну, что если есть работа с телом. Ну, естественно, горные речки. Естественно, энергетическое место. Есть это безусловно. Баня, каждый день. Баня, каждый день. Пилатес – это такая техника, работа с внутренними мышцами. То есть у нас есть каркас, и он привычно напряжён. А когда вот, например, дети ползают, бегают, то у них напрягаются то верхние слои мышечные, то внутренние мышцы. Когда мы начинаем напрягать внутренние мышцы, у нас внешние мышцы отдыхают, тогда как бы в организме восстанавливается энергия, правильные дневные процессы. Такая техника, она описана, многие её используют. Ну, Елена, на мой взгляд, она, ну, один из самых сильных тренеров в этой технике. У неё тоже был проект, но она с детей сейчас повезла, поэтому не было до самого конца. Я думаю, что мы с ней как бы доработаем этот проект. Вот. Она сейчас работает у меня в организации. А участники, ну, по ней уехали с чем? То есть вот можно как-то обрисовать результат с чем? Каждый со своим. Тогда? Каждый со своим, потому что у кого-то это началась мечта, кто-то отработал весь бизнес-проект, у кого был на старте, у кого, значит, уже был бизнес. Он уже понял, что вчера с одним участником встречался, он сказал, думал хоть ещё денёк отдохнуть, но теперь заказов не в проворот. всё пошло. То есть всё пошло. Каждый со своим. Человек, люди ехали на проработку проектов или на проработку бизнес-проектов? Бизнес-проектов. То есть бизнес-проектов. ТРИЗ и расстановки, ты сказала, были, были. Вот сколько было ТРИЗа в процентном соотношении, сколько расстановочного техник или теории? Ну, я бы сказала, что, ну, наверное, от 60 на 40. То есть ТРИЗа где-то 60 было, 40, ну, может, 70 на 30, какие-то дни наоборот. То есть расстановок было меньше. Но каждый участник сделал одну или две своих расстановки. И более того, у нас были модельные расстановки на место в семье, место в бизнесе, когда каждый мог для себя найти на более комфортное, так сказать, положение. Ну, и, как всегда, я отдаю всегда сопровождение, там, от месяца до трех, что люди, если с проектами они сейчас идут дальше, то, естественно, что я их поддерживаю в их проектах. Ну, удивительная просто действительно получилась работа, потому что, когда решения нарабатываются, видно, где идёт личностное ограничение. Как только личностные ограничения снимаются, все решения становятся доступны. А методологию проведения, вот, бизнес-регаты, она у тебя сейчас есть на сколько по шкале от 1 до 10? Ну, я думаю, 8 где-то. 8, то есть ты её вот, ты её начала нарабатывать? Ну, вот, как я понял, да, то есть она у тебя была и вот сейчас, и ты её, ну, бурный рост и… Ну, вот здесь был нулевой этап. Это просто приз, как инструмент решения, решения, решения задач, да, и проектирование. А вот, если сравнить с ШСП, то в чём бы ты сказала, бизнес-регата похожа на ШСП, а в чём она не похожа на ШСП? Ну, ШСП точно похоже по тому, что люди приходят со своими проектами. Не похоже тем, что здесь есть реальные решательные инструменты, как бы в единой парадигме, и каждый от начала до конца именно в ней движется. То есть не происходит раздёргивание, что нужно туда подстроиться, сюда подстроиться, ещё как-то сделать. Одна парадигма такая мыслительная, фундаментальная, что ли, да? Да, есть определённые как бы закономерности и законы, и люди развивают проект в этой парадигме. Это не значит, что ему не дают советы, там ни крош теста не устраивают, это само собой. Но здесь, мне кажется, что более лояльно, то есть больше поддержки. Экологично. Более экологично, да. Ну, с моей точки зрения. То есть ШСП такая соревновательная процедура во многом, да? А здесь побеждают все. Побеждают все. То есть здесь каждый соревнуется сам с собой. Сам с собой, да. То есть нельзя прыгнуть выше головы, но когда ты видишь другие примеры, ты тоже движешься, и ты чувствуешь, когда тебя поддерживают всё равно. И критика была, и всё, но она была такая мягкая. Ну, это мой стиль, я не люблю. Ну, и как ты планируешь дальнейшее развитие бизнес-регаты? Ну, вот, значит, я хочу именно описать уже в методических материалах методологии, то есть методические материалы, литература к этому, ко всему. И, ну, как бы то, что я заявила, наверное, две рынка назад, что я хочу, чтобы возникло, скажем, ну, несколько групп тренеров, которые хотели бы именно так работать, так сказать. Не потому что там это самое лучшее. Они могут сюда привносить, если есть место для творчества. Ну, сейчас уже я убедилась, ну, как бы я всегда знала, что это рабочее, но сейчас, мне кажется, найден очень такой хороший формат. Формат, в котором люди могут достаточно дорого продвигаться, каждый в своём. А минимум по времени до сколько? Минимум два дня. Минимум два дня. И максимум? Максимум четырнадцать дней. Четырнадцать. То есть у тебя есть программа на четырнадцать дней. Вот если бы мы ещё остались на четыре дня, мы бы там доработали уже до большей конкретики для тех, у кого бизнес ещё недостаточно проработал. Круто. А сколько по времени вы работали в дне? То есть как был день разделён? Значит, утром час-полтора – это физические упражнения. Завтрак. После завтрака до обеда где-то три-три с половиной часа – трис. Потом с четырёх примерно до шести ещё раз – трис. Потом ужин, потом расстановки, потом баня. И ещё вечерние занятия физической культурой – двенадцать спать. Занятия спать. То есть если без физической культуры, то… Невозможно. Это исключительно. Нет, нет, нет. По времени. Просто по времени. Без физической культуры – это сколько было? Ну, меня было заявлено шестьдесят часов. Ага. Трис. Реально там больше было. Больше было? Больше, чем шестьдесят часов, два-девять дней? Да. Больше. И при этом ещё установок было часа три-четыре, наверное. Часа три в день. Ага. А ты теорию Трис за это время дала? То есть давала, ну, то есть и дала её? Я её давала в практическом изложении. Сразу в применении? Это было, поскольку группа была просто фантастическая, они выходили на все теоретические вопросы заранее. Ага. Хотя это тоже планировалось чуть позже. Так же, как и противоречит. То есть вот группа настолько… Ну, то есть я замечала уже, что если группа работает согласованно, она всегда как бы на завтра, послезавтра заглядывает. Ага. Поэтому мы анонс сделали на текущей задаче, и потом я это добавляла немножко. То есть всё абсолютно было дано на материале группы. Ага. Ну, крайне мере, так получилось. Ага. Ну, круто. Ну, это то есть последний вопрос. Я правильно понимаю, что человек приходит с некоторым уровнем проработанности своего проекта? С некоторым, да? Ну, там либо… Смотри. Значит… Бизнеса и личности. И личности. Потому что очень часто, ну, вот наши ограничения личностные, они не то, что не дают проекту развернуться, они не дают им возможности мечтать. Ага. Вот. Очень хорошо, когда вас мечта какая-то хотя бы вдохновляет. А если человека никакая мечта не вдохновляет. Потеря энергии просто конкретная. Ага. И ничто, то есть невозможно там ни с помощью чего добраться. Ага. То тогда понятно, что расшивка узкого места, она возвращает вот эту энергию. И тогда уже возможно искать какие-то пути. Ага. Ну, супер. Супер. Ну, видишь, я не могу сказать, что там типа супер-супер, да? Ну, это рабочий, ну, нормальный рабочий, работающий, так сказать, формат. Поэтому здесь, почему я говорю 8, да? Потому что нужно дорабатывать и с точки зрения, и методики. С точки зрения, если, например, тренеры будут приходить, то есть для них должны быть определенного уровня курса и их личностная проработка. Чтобы они не начинали решать свои задачи вместо решения задач клиента. То есть, ну, вот эти вещи тоже очень важны. Поэтому, конечно, хотелось бы набрать группу, которая, ну, готова всерьез работать с собой, со своим бизнесом. Желательно, чтобы уже бизнес был. И тогда на примере, например, развития его бизнеса, да, можно было бы и проработать. И человек мог перейти спокойно в формат работы такого. Это даже не бизнес-тренер. Это придумайте название. Перехожу в формат идейных поддержек. Придумайте название. Понятно, что ТРИС позиционирует что-то изобретательство. Но, в принципе, хотелось бы придумать под всей этой технологией новое название. Потому что ТРИС – это все-таки привычно в технике. Это привычно в технике. И привычно, что, ну, многие, у меня вот в Сбербанке руководство говорило, что ТРИС – это только для компьютерных гениев и отделов автоматизации. Типа, что, значит, в отделе продаж там, зачем ТРИС? На самом деле ТРИС дает достаточно сильное решение для организационных структур. И это не сложно в освоении. Не так сложно в освоении, как оно может показаться. То есть вы запрашиваете, как назвать совместное использование ТРИС личностного роста? Да. Ну, там ТРИС, личностный рост и расстановки. Насколько я понимаю, то есть они… Ну, расстановка, расстановка… Расстановка может быть интересная терапия. То есть, что это именно вот всё. И плюс физическая работа, она тоже способствует. То есть люди выходили на другой энергетический уровень и по-другому работали. То есть я считаю, что это совокупность. Ну, да. Гармония чего-то всё взаимодействует. Ну, понимаешь, гармония заезжена. Что такое гармония, не знаем. Что такое дисгармония, конфликт, противоречие знаний. Это может быть названо. Вот что-то… Но бизнес-регата, насколько я понимаю, включает в себя, собственно говоря, вот всё, что ты сейчас называешь. Ну, всё, что ты проговоришь. Бизнес-регата – да. Ну, хотелось бы, чтобы появилось какое-то новое слово, которое, может, не было бы привязано или как-то к чему-то. Чтобы оно, как раз, может быть, новый термин. Бизнес-регата всё-таки описывает процесс. То есть это некая, как бы, заплыв. То есть, а вот суть, содержание – это вот здесь запросы. Ну, пока идей других нет. Ну, я не хочу, чтобы вы мне прям сразу тут сказали. Хорошо. Вопросы открыты, я готова подождать. Это может быть, там, в письменной, русской форме. Ну, я вот очень рада вот такой проработке. Так что спасибо клубу. Круто. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Что, мы аплодируем, да? АПЛОДИСМЕНТЫ